Доброе утро, мои хорошие. Доброе утро. Борис ушел на рыбалку, а я вот думаю, стоит к нему идти или не стоит, или все-таки приготовить завтрак. Ой. Батюшки, пришел. А я проснулась, еще думаю, идти на рыбалку к тебе или не идти. Ну что там? Не клюет так сегодня. Ты же сказал, сметану приготовила. Я хотел, чтобы назад отнесла. Не клюет? Совсем не клюет? Даже поклевки нет? Ну, одна была. Так. Может, доедим сначала, что есть? Болтушку будем. Я принес. Потом будешь говорить, что я жмусь. Ты ее уже тут наполовину съел. А здесь целый злой шприц? Нет. Не я съел. А кто-то там съел. Нет, болтушку не будем. С вани, Илью. Это к чаю. Да, это к чаю. Да. Ну что, где рыба-то? А? Готовится. Что крылья разминаешь? Готовится к завтра. Ты завтра опять на рыбалку пойдешь? Да. Я с ним там договорился. Завтра подойдут на клев мордатые. Завтра пойду за мордатыми. Слушай, может быть, сегодня пошрыдерим ветки-то, а? Ну, чего ж там вся дорога забита? Попробуем. Конечно, сейчас надо насос подключить послезавтра. Ты будешь перекладывать от швакки. Да. А я яблони займусь. А, хорошо. А потом шредерить. А потом шредерить? Мне уж очень хочется поизмельчать ветки. Прям, ну, очень-очень. Вон, под черешню надо. Посмотри, как она листья повесила. Да. Ей прям совсем там плохо. Да. Косить еще надо. Ты видишь, трава вся повырастала. Ты со мной за мордатыми поймешь? За мордатыми? Да. Ой, а во сколько ты просыпаешься за мордатыми? В три. С ума сошел, что ли? Это мне тогда можно не ложиться. Мордаты долго ждать не будут. А куда они есть уходят? Они же в этом пруду. Пруд-то ограничен. Ну, они там, знаешь. Так они же не едят твою болтушку. Я сделаю. А ты что такой белоногий-то? А какой я должен быть? Черноногий? Черноногий. У тебя руки-то чернорухие. Ну, сейчас подожди. Яблоны там выкручу. Будет черноногий. Ой, Боже. Если ты хочешь. Хочу, хочу. Черненького захотелось. Как-то ты знаешь. На черненьких потянула. Более. Сделаем тебе черненького. Ой, черненькие. Грязненького такого. Нет, я грязного не хочу. Так. Вот растение, которое привез Борис. Это бульданеш. Калина. Два растения. Наташа начеренковала. И вот это вот белая смородина. А вот это красная смородина. Там листика есть. С сортами. С сортами? Натуля. 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 Вот это да. Смородина красная. Осиповская. Смородина белая. Белка. Ну, это когда белочка приходит, и белочка приходит. Смородина белая. Смородина белая. Смородина белая. Пенсионеры по два раза в день не завтракают. Не завтракают. Давай наедимся. Грядут тяжелые времена. Пенсионеры по два раза в день не завтракают. Только тогда мы с тобой, может быть, доживем. Только до каких лет? Пенсионеры по два раза в день не завтракают. Надеваем перчатки и вперед. Будем продолжать работу на участке. Таким траурным голосом. Мне кажется, я уже настолько вымоталась, что я уже не хочу ничего убирать. Нет, вру-вру. Убирать хочу, приводить в порядок хочу. Единственное, что от того, что я привожу участок в порядок, сейчас он не имеет такого красивого вида, каким он был ранее. Но, надеюсь, когда все зарастет травой, будет все намного лучше. Борис сейчас будет заниматься насосом, чтобы скачивать воду из бассейна на участок. А я взяла с собой пылесос. Вот. И иду конкретно его пробовать у Светика. Сейчас посмотрим, как он сосет. Свет! Иду, иду. Ой, елки, не уронить бы. Не уронить бы. Как твой рыжий? Ты знаешь, нормально, нормально. Все, бегает, все хорошо? Да, все, молодец. Вчера он прям, это, смотрю, уже там начал что-то встретить, здесь бегает он меня. Ожил, то есть, да, ожил? Да, ожил. Ничего не чешет, ничего там нет? Да нет, его вообще никак не беспокоит вроде ничего. Ну и слава богу. Иди попробуй, не завалишься? Да нет, сейчас мне прошагнуть тут. Так, сейчас будет Света пробовать. Так, сейчас будешь сама пробовать. Дни, одевай на плечо, на это, как сумку. Так. Ой, блин, Света, ты меня сейчас засосешь. Вот, ты на ручку сразу нажала. Он не дымится, а из него пыль выскакивает вот отсюда, из пакета. Света, ты на ручку. Вот, это столько. Ну, в принципе, ничего, да? Да. Вот так. Видите, как у Светы стоит парник? И она мне советует поставить точно так же. У тебя бомба взорвется сейчас, вон, видишь, висит. Вот это, по-моему, пустовой. Очень хорошая, как корнишончик. Но это не F1, не гибрид? Гибрид, F1. А F1 семена не оставляет? Ай! Сейчас дотронемся, он как рванет, ребята. Ай! Смотрите, какая красота у Светы. С гибрида не берут семена, Свет. Потому что гибрид – это несколько сортов. И неизвестно, какой потом из этих семян пойдет. Да ты что удалять такую красоту? Я говорю, нет, не помню. Да ты что удалять такую красоту? Мало ли что, Сашка, Сашка. Это не Сашкин участок, а твой. Смотрите, какая красота, ребята. Я очень жалею, что в свое время мы спилили нашу сосну. Посмотрите, красота. Ой, необыкновенная красота. Здесь иногда поют соловьи. Что там Борис делает? Он хотел насос опустить, но, видимо, не опустил. Бобочка, все? Я тут столько ровняла. Он сюда ветки бросает. Может, ты мне шредер поставишь? Может, мы, как договаривались, бассейном займемся. Хорошо, давай займемся бассейном. Чтоб не распаляться. Хорошо. Места освободится много. Кстати, вот смотрите, сейчас солнце. Вот если поставить вот сюда, вот сюда, вдоль Марины, наш парник, то вот здесь, ребята, вода. Можно сделать автополив, который мы с Наташей купили. Вот у нас здесь вода. Видите? Вот сюда можно подключить автополив. А вот здесь, вот так будет стоять парник. И зато вот здесь место вдоль парника освободится еще под кустарники. Ну, давайте еще раз подумаем. Я понимаю, что там видно Леночкин туалет, хотя туалет здесь не должен стоять. Вот здесь, в четырехугольнике, туалеты стоять не должны. Это та, кто продала Леночке участок, изначально туалет поставила сюда. Туалет вот этот должен стоять вон там под березой. Ну, а здесь вот так получилось. На самом козырном месте стоит туалет. Место-то, смотрите, какое хорошее, да? Место-то классное для посадок. Так что все-таки парник, наверное, будет стоять вот так. И отсюда будет вход, потому что здесь вода. Вот рядом. Лопух уберу. Какой богатый лопух! Только коленки заворачиваю. Так, решили время не терять и откачивать воду из бассейна. Такое приспособление. Ой, а это что плавает оранжевая? Пуплавок. У тебя клюет, Боря! Пуплавок. Все? Все. А ты корчевать? Да. Мне тогда тоже надо чем-то заняться. Займись. Полил. Да что я около воды стоять-то буду? Струя большая, может потечь. На дорожке там. Ну я быстро добегу. На дорожке потечет, и это все впитается в момент. Мама дорогая. А ты фискарский топор возьми. Советчики пришли, сейчас скажут. Фискарский колын. А, пардон. Колуном что, нельзя, нет? Классная слива. Сочная и вкусная. Вон, видите, сколько слива. Хорошая слива. Это мама еще покупала на заводе. На завод привозили сливу. Ой, сочная. Когда участки давали, привозили, она покупала. Вот такая лужа от бассейна. Но это ничего. Земля сейчас все впитает. Тут немножко лужа. Ну, это хорошо. Пусть напитывается влагой. Тем более такой тухлой воды, как из бассейна. Она только питательна для растений. Уже вся химия отсюда. О, смотрите. Уже два с половиной квадратика слилось. Боря, мы сегодня тунеядцы. Я просто жду решения, куда мы поставим парник, чтобы продолжить дальше. Если вот так решим, то я продолжаю выкапывать клубнику, огородки убирать. Так, конечно. Да? Света, кстати, сказала, солнце когда будет, то от светлого забора отражается в парник и с той стороны тоже будет освещаться. Так что вот так. А с Леночкой надо будет поговорить по поводу перестановки туалета. Не, мне-то все равно. Мне-то, в принципе, все равно. Я тогда посажу вот здесь вот крыжовник, смородину. А что, правда? Да? Ты же тут хотел клубнику. Клубника вдоль парника будет. Смотри, вот там парник будет отстоять. Здесь и будет. Не, ну он вот тут, наверное, будет, скорее всего. Вот так, вот где моя нога. Вот так. И вот тут клубнику. А вот здесь вот смородину. И солнечный хорошо. Правда? Да. По-моему, да. Вот один крыжовник я уже посадила. Это сорт колобок. Ребят, вот такие огромные красные ягоды. Сладкий-сладкий. Ну, ива останется. Ее никуда не денешь. И вот вдоль Марины будет парник стоять. Да, мне там сегодня писали. Тетя Люба, отступили бы от глины и поставили забор. Глина появилась недавно. Глина появилась неделю назад. Так, где у меня тут? Вот смотрите. Вот столб забора. Видите? Вот, кто там вопрос задавал. А вот труба. Видите, где стоит загородка? Вот эту загородку я поставила, чтобы Женя не ходила на чужой участок. Кошки не ходили. Ребят, ну, когда глину сыпят, можно было отступить хотя бы сантиметров на 15? Ну, хотя бы. Вот, смотрите внимательно. Кто там не понял? Вот, смотрите. Вот стойка забора. Вот труба. Насколько еще надо отступать? Куда отступать? Сюда отступить? Я могла бы сюда отступить. Дальше что? Эта глина была бы навалена здесь. Это же все очень просто. Все отступлено. Вот, смотрите внимательно. Вот это я поставила. Я говорю, от кошек. И чтобы Женя не лазила. Надеюсь, теперь все понятно. Я готова это все вытащить, но я не могу это вытащить сейчас. Поэтому это сейчас упирается в трубу. Так что вот такие дела. Вот здесь труба касается столба. Здесь, да, здесь касается. Тут я с вами согласна. Здесь надо было либо сюда переносить, либо туда дальше отодвигать. Туда дальше отодвигать нельзя, потому что вот контрольный зеленый столб. Видите? Это была граница участка. Вот столб мой так и поставили. Вот, смотрите. Вот, пожалуйста. Вот, смотрите, как все поставлено. Так что вот так. Туда отодвинуть не могу. Там уже чужая территория. Вот так все получилось. Я предложила Борису оставить эту яблоню. Мне жалко ему. Тяжело корчевать яблоню. Очень тяжело. Он сказал, нет, начали корчевать, надо корчевать. Но ему тяжело. Он, конечно, бодрый, моложавый. Может, нанять надо было бы лучше. Жалко мне его. Вот, Борис выкорчевал березу. Ой, целая поросль. Была бы берез, если бы оставили. Целая поросль. Так, и вот он выкорчевал яблоню. Сейчас будем засыпать и потом будем замерять, как будет стоять парник. Растения хоть напьются за все лето воды. Так, что там в бассейне? Что там в бассейне? О, уже хорошо. Уже прилично. Вот уже столько спущено. Будем спускать больше. Потом можно надеть высокие сапоги, залезть и промыть бортики. Или будем это делать весной. Но это как Алла решит. Боряка устал. Чего? Вольно! Я говорю, Боба, 17 кубов мало, чтобы полить участок. Ну, как ты думаешь? Я давно говорил, бассейн купить не тот. Как не тот? Куб на 40 надо. Кубов на 40? Ну, вот тогда только можно будет полить. Ужас, а? Как ты думаешь? И осень поставить ее вон там, где-то. И осенью просто так на желудочек. По нему испускать, да? Сейчас их палит. Да, сразу. Волна Ленку смоет тогда. Нельзя. А зато бочка не загорится, да? Так, поливаем все. Иву приподняла, чуть-чуть обвязала. Вот такая она. Вот такая вся фигуристая. Красивая. Так, здесь все пролила. Здесь все проливаю. Так, нидерландская ель. Уже никакие с Борисом. Какие мы с Борисом? Мы никакие с Борисом. Все, ребята. Уже глаза в кучу. Уже страшно хочется есть. Ну, что тут опять? Ой, фу, как воняет снизу вода-то, Борь. Повань будет. Повань. Вонища. Колышки надо взять. Давай разметим пять метров участок замерим. закончится и все сделаем. Да? Может, я тогда... Помыть его надо положить. Кого помыть? Насос. А, насос. Я думала, бассейн. Господи. Ух ты! Ну, что, очень даже неплохо здесь поливает. Режевая вот за эту тую, но я думаю, что она уже пролилась хорошо. Ой, давайте перевернем. Положим сюда. Пусть сюда течет. Пусть все проливается. Любанечка, здорово! Привет! Что? Вон оно что! мы воним. Ой! Это я, я, осторожно. Не хватает воды. Воды мало, Люб. У тебя в бассейне там не осталось воды. Нам воды мало. Что, спустили много? Все спустили. Не хватает участок весь полить. ерунду не болтает. ну ты слышишь? Я ей серьезно говорю, она говорит, ну еще надо выкачивать или хватит? Нет, будем выкачивать, пока качает. На зиму вот так можно было бы оставить. Нам участок надо поливать. Ну, какую ерунду-то? Ты понимаешь, что деревья все в сушняке стоят? Какую ерунду? Ну, нету трубы. А зачем я буду из трубы, когда это самое вкусное? Семен, Семенович. Вот, сразу ерунды не болтай. Вон, смотри, шланг лежит. Мы же и черешню поливали, Люб. Прямо туда бросали, прям до болота. Ну, все, второй урожай будет. Второй, не второй, а на следующий год черешня должна быть. Вот, Любанька пришла и обругала. Она уж который раз цветет. А я не замечала? Как, белую розу не замечала? А сейчас. А, нет, уже цветет, давно. Цветет, цветет, да. Вот, видишь, что творится? вы все работаете? Да, конечно. Я вижу, что вкалываете. Мы, да. Вот это вот еще все пересаживать. Все пересаживать. А это зачем? Мешает? Нет, ну, это в теньке сидит, а это вот растение вот это очень красивое. Мы уже до такой степени устали, ребят. Я сейчас села на качели, посмотрела в сторону старого сарая, даже не знаю, как объяснить. Вот интересно, у вас такое бывало когда-нибудь? Я смотрела не своими глазами. Я уже здесь вот на участке каждый закуток знаю, как он выглядит, что я там увижу. А тут, вы знаете, как крыша, что ли, уезжает. Это как прыжок во времени. Вот так села на качели, и у меня такое чувство создалось, что это не мой участок. Вот в конце стоит бетон, как будто старый дом какой-то. Наверное, голову напекло. Просто такое у меня впервые, такого еще не было. Чувство дежавю, да, испытывала. Было такое, что какие-то места, что я здесь уже был, а тут я смотрела, сейчас я вам покажу, вот смотрела на это место и думаю, что-то место какое незнакомое, вот что-то в мозгу. Моразм, наверное, старческий. Сейчас покажу. Вот так вот сидела, увидела стоящие доски, прислоненные к сараю, бетон вот этот вот. И вот вы знаете, какое-то чувство, как будто это вот не мой дом, не мой участок. вот как из фильма из какого-то. Может быть, у кого-то тоже так бывало, но это очень странное чувство, потому что потом ты смотришь, ты не можешь оторваться, потом ты переводишь взгляд на другое место и понимаешь, что это, оказывается, уголок твоего участка. Странное чувство какое-то. Какое-то такое непонятное чувство. Ладно, а теперь, теперь надо было бы сказать, а теперь я иду готовить ужин. Нет, я не иду готовить ужин, мы решили с Борисом закончить это дело. Сейчас попробуем разметить наш парник, как он встанет, будем его замерять. Ну и там немножечко, давай я подержу. Так а как ты подержишь? Надо этот замерить. Вот Борис сказал, что у него тоже такое, потом говорит, как-то вот так вот, раз, и ты как будто бы опять в реальности. Загадки человеческого мозга, да? Ну, у меня первый раз такое. Нет, я имею в виду отступил, я достаточно, вот можно пройти. Ну да, и здесь тоже, да. Вот, у нас вот так получилось, вот где труба вбита. Да, еще вода где. И вот вода рядом. Все вроде рядом, да? Все? Удобно же, да? Удобно. Дверь-то нацелет. Ну, дверь будет открываться в сторону воды. Так, это здесь. А теперь давай попробуем, если поставить вдоль Лены. Так, 497. Ну, вот так вот, понимаешь? Ага, не умещаемся, да? вот так вот, прикинули. Что? А, бочка переливается. Вот так, прикинули. Сейчас я отойду и покажу вам поближе, а то я ничего не показала. Вот, смотрите, вон там колышек, вы видите, да? И вот еще один колышек. То есть, некуда будет войти. Здесь Ива. Ну, не все же истреблять ради парника, но это же, это вообще уже. И так уже, сколько всего сделали. Вот, видите, где колышек. Дверь получается четко вот здесь. Но, мало того, еще должна быть тропинка, чтобы можно было подойти к парнику. А здесь, простите, смородина и яблоня. Как? Не получается. Вот, смотрите. Вот стою, вот колышек. Ну, не получается сюда впихнуть парник. Не получается. Даже если парник будет новый, ну, в чем я пока сомневаюсь, пока сомневаюсь, пока ничего такого не планируется. Пока только разметить и перетащить старый. А старый, старый умещается только вот у забора. И вот, смотрите, видите, сейчас там солнышко. А здесь его уже нет. И уже не будет. А там солнышко. Так, с этой кучей будем разбираться, видимо, завтра. И вот здесь. Борис сбил трубу. Вот здесь будет заканчиваться парник. Вот здесь вода, к которой будет подключаться парник. Ну, вот так. А здесь вход. А вот здесь тропинка. То есть, вроде все реально, все вот как-то нормально. Конечно, здесь еще столько всего перелопатить придется. Ну, что сделаешь? Вот, вот до сих пор он будет. Вон там колышек виден у забора. Вот, где я стою, вот здесь будет он заканчиваться. Вот такой ширины. Такой вот ширины. Всего ширина парника 2 метра. И все нормально, и на все хватит. И даже еще грядку клубники хватит сделать. Все хорошо. Устали ужасно. Лопату надо тоже отсюда убрать, а то Женька побежит, и на нее лопата упадет. Я очень хочу есть. У кого что на ужин, ребят? угостите. Я очень хочу есть. Мы сегодня только завтракали. А сколько сейчас время, Борь? Половина шестого. Половина шестого. Я хочу и ужинать, и обедать одновременно. Ты хочешь ужинать и обедать, Борь? И ужинать и обедать хочешь? Ну да, только не завтрак. Да, только не завтрак. Хорошо. Хорошо.